Перевел и озвучил Абдок Фильдар, специально для BGM.ru Как дела, ребят? Мы в моей академии в Сан-Диего И сегодня мы будем делать болевые на ноги И первым мы разберем болевой прием Рычаг колена Многие делают этот сабмишин Но довольно неправильно И я покажу вам, как его улучшить Давайте возьмем, например, армбар Ложись на спину Если я буду держать лишь запястье Попробуй выкрутиться отсюда Видите, у него легко это получится Давайте пойдем дальше А если я теперь заблокирую и большой палец Видите, у него ничего не уходит Потому что он не может повернуть кисть И в случае с болевыми на ноги Все абсолютно то же самое Если вы держите только его лодыжку Вот так Соперник может повернуть ногу куда угодно И он легко уйдет, что довольно часто и происходит Но что еще хуже Я вижу, как некоторые, даже чемпионы мира Учат делать рычаг колена именно так Послушайте, это может сработать на обычном грэпплере Но я бы ушел с этого болевого 10 раз из 10 И именно поэтому у их учеников сабмишин никак не получается Также многие говорят делать здесь скрутку стопы Но блин, он легко выкрутится, потому что я уже помогаю ему крутиться в нужную сторону Я же сам помогаю ему Тут все аналогично армбару Только вам нужно схватить в районе большого пальца ноги Просто схватите его пальцы Но не нужно брать захват как на скрутку стопы Это совсем другое Я постоянно вижу подобное на ютюбе Мол, смотрите, я одновременно делаю рычаг колена и скрутку стопы Соперник легко отсюда уйдет Итак, хватайте пальцы с этой стороны И берите захват как на удушку Попробуй повернуться теперь Ничего не выйдет Он попался Но, конечно, ваши бедра не должны быть выше коленного сустава Вы должны сидеть ближе к его тазу То же самое вы делаете на армбаре, когда блокируете его плечо Все ровно то же самое Большой палец ноги тут аналогичен большому пальцу руки Видите, насколько все похоже, когда мы делаем болевые на ноги Вам нужно держать стопу вот тут Просто обхватить ее вот так И не обязательно вам нужна вторая рука Можно взять такой захват Попробуй теперь Тоже работает Но, конечно, в схватке я не буду этой рукой махать своим друзьям или что-то делать Скорее всего, я помогу ей блокировать стопу Запомните, каждый раз, когда он сможет повернуть стопу Он сможет уйти из болевого приема Если будете держать вот так, он ее повернет Если будете держать так, вы только поможете ему прокрутиться Нет, конечно, многие могут постучать и так Но если он знает уход, он повернется Ведь вы лишь помогаете ему Но если вы сможете заблокировать его пальцы и стопу Прижмете ее плотно, то он никуда не денется Он в ловушке Теперь смотрите внимательно Если вы используете другую руку То, в принципе, прием может сработать Но есть одно но Толкай ногой мой локоть Вот тут возникает проблема Многие не знают об этом, так что рычаг может сработать Но если соперник знает уход и довольно умен Он начнет толкать ваш локоть Именно поэтому я держу стопу вот так Попробуй теперь Видите, тут все бесполезно И он просто скоро постучит Если вы будете делать так То, что ж, неплохо Но это займет больше времени Пока вы будете перекидывать туда ногу Велик шанс, что он просто уйдет Это тоже правильный вариант Но он требует больше времени И у соперника будет больше времени на защиту И, кстати, всегда атакуйте нижнюю ногу Смотрите, если я буду атаковать верхнюю Это, в принципе, не будет ошибкой Но если он хорошо терпит То он может успеть подняться на ноги И у вас будут проблемы Лучше атаковать нижнюю ногу Так как он вряд ли куда-то поднимется Конечно, если речь идет о бой Он может решить ударить меня второй ногой Или что-то в этом роде Но это будет весьма отпрометчиво Ведь я лишь сильнее сделаю прием И он об этом пожалеет Так что, когда отрабатываете Всегда атакуйте нижнюю ногу соперника А не верхнюю Блокируйте большой палец ноги Чтобы сделать это, просто схватите все его пальцы Но ни в коем случае не хватайте вот так И знаете, если так учат какие-то чемпионы мира Это не означает, что они делают прием правильно Это всего лишь один из способов Но если они сделают подобное со мной То я уверяю вас Я уйду от приема каждый раз, когда они допустят эту ошибку Я действительно видел, как топовые известные ребята Учат делать рычаг колена именно таким образом Запомните, большой палец ноги здесь играет роль большого пальца руки Как когда вы делаете армбар В случае болевого на ногу Все абсолютно аналогично Но вот это как раз я и хотел вам объяснить Спасибо за просмотр! Продолжение следует...